Почему на протяжении пяти лет вы лишь только наблюдали? Ведь за это время можно было решить столько проблем и проделать немало работы. Я вас не понимаю. Это же опасно. Десятая часть многоэтажных домов Шимкента нуждается в срочном сейсмоусилении. Это те дома, которые были построены в 40-х-60-х годах прошлого столетия. Аким Шимкента был крайне удивлен. Узнав, что за пять лет с начала действия важной программы, работа ведется так вяло. В Шимкенте 2042 многоэтажных дома. Согласно заключению 2007 года, более 90 многоэтажных домов города уже тогда нуждались в сейсмоукреплении. Понятно, что за 10 лет таких многоэтажек стало гораздо больше. Это же очевидно. А с 2012 года сейсмоукрепления прошли только 13 домов. Шимкент считается сейсмоопасной зоной с риском возможного землетрясения в 7-8 баллов. А потому обеспокоенность сотрудников по ЧАЭС вполне объяснима. С 2012 года среди объектов здравоохранения, нуждающихся в сейсмическом усилении, зарегистрировано не было. Теперь, что касается школ Шимкента, согласно информации, предоставленным отделом образования, в школе номер 34 в 2015 году начались работы по сейсмоусилению. Работа ведется и по сей день. Чтобы дом признали нуждающимся в сейсмоусилении, необходимо провести техническое обследование здания. Если будет определена деформация в конструкции дома, он признается аварийным и нуждающимся в сейсмоусилении. Габидул Абдрахимов дал своим заместителям ровно две недели. По истечению этого срока они должны будут предоставить конкретную программу сейсмоусиления. Бахром Абдулаев, Талгат Абдинабиев, Ербал Махашев, информационная служба телекомпании «Утро».